Здравствуйте! Это Азы Православия и я, Анна Макарова. 19 января весь православный мир отмечает один из самых главных церковных праздников – Крещение Господне. Смотрите сегодня в программе. История Великого праздника и крещенские традиции. В чем особенность Богоявленской воды? Как правильно подготовиться и отметить праздник – крещенские купания в лесном городке? История праздника Крещения уходит в далекие времена. Иисусу было 30 лет, когда Он пришел из Назарета на берег реки Иордан к пророку Иоанну Предтече. Он крестил людей, за что и был прозван Крестителем. Увидев Христа, Предтеча сказал, «Мне надобно креститься от Тебя». Но Иисус ответил, «Не удерживай Меня, ибо так нужно исполнить закон Господень и показать пример людям». Когда Спаситель зашел в воду, на Него с небес сошел Дух Святой в облике голубя, и раздался глаз Отца. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». В память об этом чуде праздник Крещения также называют Богоявлением. Впервые в священной истории совершилось явление всех лиц Святой Троицы. После Крещения, согласно Евангелию, Иисус удалился в пустыню. Там Он в течение 40 дней, искушаемый дьяволом, пребывал в посте и молитве, чтобы подготовиться к исполнению миссии, ради которой Он и пришел на землю. Считается, что на Руси праздник стали отмечать с 988 года, с момента принятия христианства. Начинаются торжества вечером, 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник и соблюдают однодневный строгий пост. Торжественные службы проходят во всех церквях. Самый главный атрибут праздника, его символ – это святая вода. А ее освящение – главная традиция праздника. Люди приходят за Крещенской водой в храмы целыми семьями, набирают воду в бутылке. После божественной литургии и водоосвящения все желающие могут подойти к таким купелям и налить в себя святой Крещенской воды, которая, как мы знаем, является особенно целебной. Нам повезло, сегодня будний день, поэтому в храме немного прихожан, и очереди совсем небольшие. В чем лучше хранить эту воду святую? Лучше, конечно, в стеклянной хранить, но говорят, что поближе к иконам, лучше, наверное, в темном месте, не очень теплом. Но вообще она не портится, поэтому можно хранить в пластмассе, тоже нормально хранится. В этих питьевых бутылках отличная. И как долго она может храниться? Да, там как и есть желание. Но по несколько лет у меня несколько лет хранится. И у нас есть замечательная возможность прямо вот крещенскую, только что освященную воду, выпить, находясь в храме. Так чем же эта вода отличается от той, которую можно набрать в церкви в другой день? В течение всего года, во время молебнов, мы освящаем воду малым чином, именуем эту воду освященную. Но два раза в году, 18 января в Крещенский Сочельник и 19 день Крещения, мы освящаем воду великим чином. И вода эта именуется Великая Геасма, по-гречески Геасма – это святыня. Вот это вода, которая освящена самым полным чином. В день, когда мы вспоминаем о том, как Господь вступил в воду Иордана, и считаем, что освящается сама природа воды. Поэтому эта вода является великой святыней. В народе крещенская вода издавна считалась особенной. Православные называют ее лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Удивительно, но она действительно стоит годами и не портится. По традиции, воду, освященную великим чином, мы храним в течение всего года. Хотя есть случаи, когда крещенская вода сохраняется и несколько лет. И мы знаем, что даже физические свойства воды не меняются. Она остается такой же свежей, такой же пригодной для питья. Но главное, в ней заключается божественная благодать, которая, собственно говоря, и способствует исцелению душевных и физических недугов, а также освящению. И эту воду мы, священники, используем для освящения жилищ, для освящения того, что нас просят освятить. Ну и сами верующие натощак могут эту воду в течение всего года вкушать. И также сами кропить ей свои дома. Ну и в любом случае, эта святыня освящается всю нашу жизнь. Многие верят, что если перед принятием лекарств выпить натощак крещенской воды, да еще с молитвой, процесс выздоровления пойдет намного быстрее. Воду также можно использовать для купания, умывания и приготовления пищи. Мы всегда, вот сколько лет здесь живем, в храм ходим, святую воду набираем, и родным, и знакомым даем по утрам. Кто приболеет, и в здравии все равно можно пить. И по всем праздникам святая вода – это самое лучшее для здоровья. Но ее же не надо там пить много. Ее можно кончается, разбавил, осталось немножко, разбавил еще. Кстати, вера в чудодейственные свойства святой воды сильна и в католической церкви. Богоявленское богослужение – это невероятно красиво. Духовенство облачается в белые ризы. Праздник крещения Праздник крещения относится к числу двунадесятых праздников, то есть входит в число 12 самых важных, посвященных земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. После церковной службы и освящения воды все желающие могут окунуться в ледяную купель или прорубь. Ее еще называют Иорданию. Считается, что таким образом можно очиститься от грехов и получить здоровье на целый год, поскольку в момент Великого Водосвятия святость распространяется на все вокруг – реки, озера и другие водоемы. Это не таинство, не обряд. Это именно народные благочестивые обычаи – в день крещения погружаться в какие-то водоемы, где сделаны проруби. Иногда думают, что в момент такого погружения человек получает омовение отца грехов, прощение грехов. Это, конечно же, не так. Так, прощение грехов мы получаем в таинстве исповеди. А освящение такое наиболее полное мы получаем в таинстве святого причастия, соединяясь с самим Господом Иисусом Христом. Погружаясь в крещенские воды, мы, скажем так, получаем некое дополнительное освящение, особенно если это делаем с верой. И, конечно же, это имеет смысл, если мы отстояли всеночную литургию, исповедались, причастились. А далее, скажем так, вот в порядке следования этому благочестивому народному обычаю еще и совершили это омовение, ну, скажем так, некое получили дополнительное благословение. Интересно, что русские цари, в том числе Петр I, часто принимали участие в крещенских церемониях освящения водоемов, которые проходили особенно торжественно. А императрица Елизавета Петровна и вовсе любила окунуться в прорубь. Знаменитый полководец Александр Суворов утверждал, «Ледяная вода полезна для тела и ума». Но с ним никак не могли согласиться приезжие иностранцы. Они издавна говорили о крещенских купаниях, как о проявлениях дикой, но крепкой русской натуры. Почему возникла такая народная традиция? Дело в том, что раньше, когда не было водопроводов, то не имелось возможности принести в храм достаточное количество воды, чтобы ее осветить и раздать верующим. Поэтому буквально еще до начала 20 века, после совершения литургии в день сочельника 18 и 19 праздника крещения, священник и народ шли к ближайшему водоему. Это могла быть река, это могло быть озеро, реже, наверное, колодцы. И вот само таинство, ну или, скажем так, строго говоря, таинством не считается великое освящение, хотя, конечно, по смыслу это именно таинство. Само освящение, великое освящение воды совершалось вот на реке или на озере. И, естественно, это происходило все зимой, крещенские морозы прорубались в прорубь, часто в виде креста. Вот. Эту воду священник освящал. Ее потом зачерпывали и несли в храм, несли по домам. Ну, а желающие могли раздеться, особенно, так сказать, такие крепкие и здоровые, и прыгнуть в эту самую прорубь. Мне всегда хотелось окунуться в купель на крещение, а после почувствовать состояние радости, когда перехватывает дыхание, и по всему телу идет жар. И вот, взвесив все за и против, я впервые в жизни решилась на этот шаг. Хотя сделать это было совсем непросто. Уж очень я боюсь холода. Интернет настоятельно советовала проконсультироваться с врачом, прежде чем окунаться в ледяную воду. Есть много противопоказаний. С этой целью я отправилась в районную больницу номер два. Присаживайтесь. Расскажите, пожалуйста, какие врачи дают рекомендации тем смельчакам, желающим в крещенские морозы, в крещенскую ночь окунуться в прорубь? В первую очередь, необходимо помнить, что погружение в ледяную воду противопоказано пациентам сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что погружение в ледяную воду может вызвать скачок артериального давления, вызвать осложнение инфаркта, инсульты. Нельзя окунаться с заболеваниями эндокринной системы, лорорганов, бронхиальной астмы, бронхитов. Необходимо, конечно, помнить, что в период острых респираторных заболеваний или недавно после перенесенных каких-то инфекций тоже не стоит этого совершенно делать. Перед купанием хорошо было бы разогреться. После купания одеться сразу в теплую одежду, принять горячий чай, кофе, шоколад. Не принимать ни в коем случае перед купанием алкоголя. А почему? Это вызывает нарушение терморегуляции, спазм периферических сосудов и может ухудшить только самочувствие, а не наоборот благоприятно подействовать. Если вы почувствовали какое-то недомогание после купания, то необходимо оценить адекватно свое состояние, самочувствие и при необходимости обязательно обратиться к врачу, чтобы не пропустить каких-либо возникших осложнений после купания. Тем, кто в крещенскую ночь желает окунуться в купель, врачи советуют пройти небольшой медицинский осмотр. Нелли Юрьевна, у меня сейчас меряет давление. Я хочу узнать у нее, с каким давлением можно показать человеку? Желательно нормальных цифр для этого пациента в диапазоне от 100 до 120 на 80. Ваше артериальное давление абсолютно в пределах нормы 120 на 80. Поэтому противопоказания у вас какие? Спасибо вам большое за прием. Я теперь смело могу окунаться в прорыв. Смотрите, не перехлаждайтесь. Всего вам доброго. До свидания. В этом году в Одинцовском районе оборудовано 5 мест для крещенских купаний. Здесь дежурят медики, сотрудники полиции и спасатели. Всего же в обеспечении безопасности задействовано более 70 человек и 20 единиц техники. Желающим приобщиться к традиции купания в Иордане следует прислушаться и к советам от МЧС. Для того, чтобы в крещенскую ночь не произошло несчастный случай, сотрудники МЧС России напоминают простые правила безопасности. Необходимо совершать купание только в специально оборудованных местах, где будут дежурить сотрудники экстренных служб. Запрещается выходить на лед большими группами. Не толкайтесь. Держитесь на расстоянии друг от друга не менее 3-5 метров. Запрещается доступ малолетних детей к проруби без порождения взрослых. В избежание проблем со здоровьем запрещается купание в нетрезвом виде. Надеемся, что крещенская ночь пройдет спокойно. Лесной городок. Храм Рождества Иоанна Предтеча. Крещенские купания здесь проходят с 2010 года. Только что закончилась служба и сейчас начинается обряд освящения купеля. Желающих окунуться много. Десятки, а то и сотни людей. Жители лесного городка, ближайших поселений также приезжают из Внуково и Новой Москвы. Ну а те, кто не рискует погрузиться в ледяную воду, активно поддерживают своих близких и друзей. Приезжают с детьми, несмотря на позднее время суток. Но можно сейчас увидеть, как окунаются дети вместе с родителями, женщины. Приятно отметить, что у нас есть бойцовский клуб «Ермак», который настоятель нашего храма, отец Сергия возглавляет. И они в первых рядах тоже проходят обряд крещения. Приглашаю всех в лесной городок. У нас замечательный купель, замечательный храм, замечательные люди. Мы всех очень рады будем видеть у себя. Рядом дежурят медики и спасатели. Они говорят, что если правильно подготовиться, то одноразовое окунание человек со средним здоровьем перенесет без труда. Но если он хотя бы немного ослаблен, через 3-4 дня за смелость придется расплачиваться. Представители экстренных служб особенно строго следят за тем, чтобы люди не находились долго в воде, хорошо растирались после окунания и согревались горячими напитками. Дежурим здесь на крещенских купаниях. Вот, ну, более, вернее, около двух часов уже. Но обращений пока не было. Все нормально, все спокойно. Думаем, что все пройдет отлично. В случае чего, конечно, вы сможете оказать место? Конечно, конечно. Мы во всем, как говорится, во все оружие. Мы находимся прямо возле самой купели. То есть, помогаем людям выходить из нее, спускаться. Потому что, сами понимаете, и морозец, и вода. Они создают такую гололедицу, которая способствует, скажем так, для того, чтобы можно было поскользнуться и получить травму. И, собственно, для этого мы здесь и находимся. Люди достойно, скажем так, справляются с купанием. Поэтому пока инцидентов никаких не было. То есть, и все достаточно здорово ныряют. То есть, настроение у всех пока праздничное. Обычно после купания в ледяной воде человек ощущает радость. Так что многие даже рвутся повторить подвиг, что, конечно, делать нельзя. Причина такой эйфории в гормонах радости, эндорфинах, которые вырабатывают надпочечники в стрессовой ситуации. Эмоции буквально переполняют. Очень хорошее ощущение, всем советую. Холодно? Да, дело привычки. Кому холодно, кому нет. Как правильно у вас холодно? Трижды и каждый раз перекрещиваться. Как-то немножко боялась. А сейчас что вы чувствуете? Сейчас очень хорошо. А тепло? Благодать, да, тепло. Свежесть. Свежесть? А вам холодно? Нет. Вы первый раз вынаетесь? Ну, не первый, но крещение первое. Слава, иди к нам. Судасов Савенков, мой коллега по Одессовскому телевидению. Он сегодня в студии тех мальчиков, которые рискнули опунуться в прорыв. Ну, давай, рассказывай, какие тебе впечатления? Вы знаете, впечатления, конечно, поразительные. С одной стороны, не буду кривее душой, мне очень холодно. С другой стороны, как-то внутри ощущаю тепло настоящее. Знаете, такую чистоту, я такую, я не знаю, какую-то простую, искрометную правду вот этого всего ритуала. И вообще, знаете, все здесь настроение, все состояние всех людей, которые сюда пришли, и мои в том числе, просто прекрасные. Дети тоже не отстают от своих родителей. Причем делают это с еще большей смелостью. Я считаю, что это неописуемые ощущения. Было не так уж и холодно, на самом деле, по сравнению, как окунаются люди с Дивеево. Но после того, как вы окунетесь, это очень хорошее ощущение. Тебе было тепло? Очень. Потом. А в воде холодно? Да, в воде холодно. Особенно, когда на первую ступеньку вступаешь. Ну, ты молодец. Да. Сейчас температура воздуха примерно минус 7 градусов. Интересно, какая температура воды. Я ее померяю с помощью вот такого градусника. Нормально. Итак, мы выпускаем воду. Итак, вынимаем градусник, смотрим, что он показывает. Так, температура воды примерно плюс 5 градусов. То есть вода в купеле значительно теплее воздуха. Температура воздуха. Группа поддержки, пожалуй, волнуется даже больше, чем купающиеся. У всех в руках гаджеты. Ведь на зрителей возложена важная миссия. Сделать памятные фото и снять видео. Так сказать, запечатлеть момент силы духа. Ближе к полуночи народу только прибавляется. И чтобы окунуться, уже приходится постоять на морозе. Вот такая большая ложка у нас сегодня образовалась здесь, на территории храма. Те бывающие, которые хотят сегодня окунуться в крещенскую луги, ясные мех. И на самом деле я не ожидала, что будет такое большое количество народу именно в этот праздник. На самом деле, На самом деле, все гораздо проще, чем казалось изначально. И я действительно чувствую жар. Мне, наверное, даже не понадобится этот турец. А вот горячие напитки, да после ледяной купели, самое оно. О них заранее позаботилась администрация лесного городка. Тем же, у кого на морозе разыгрался аппетит, предлагают вкусную выпечку и сладости. После окунания в прорубь, все желающие могут спуститься сюда, в трапезную, и выпить горячего чая, согреться. Кстати, здесь угощают вот такими вот публиками, чуть ли не ручная работа. Они очень ароматные и очень вкусные. В эту ночь очень повезло с погодой. Особенно, если вспомнить недавние 30-ти градусные морозы, при которых погружение в Иордань стало бы настоящей проверкой силы духа. Я думаю, что в моей практике крещенские купания станут доброй традицией. Так хочется вновь ощутить это состояние внутренней легкости и радости. Вот такой насыщенный день мы сегодня провели вместе. Узнали о крещенских традициях, набрали святой воды и даже окунулись в купель. Это была программа «Азы православия». Я, Анна Макарова, с вами прощаюсь. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова